привет еще раз или . привет настен смотрела ты уже там босиком ходишь вас там вообще теплым да ребят пока еще здесь не все собрались да я тебе сердечко отправляю как как так делают заставку поставлю я вас люблю миша так привет да видно слышно сейчас давай еще буквально минутку дадим чтоб у нас люди присоединились максимум потому что не успели сделать анонс но я знаю что так многие ждали этого эфира чтобы вообще понять работает ли вообще автономия а работают ли вообще сухие дни что это такое это просто человек себе что-то в голове придумал или действительно что то есть вот что есть как раз мы сейчас расскажем у нас буквально сейчас секунду все тебе уже сердечки тут посыпались куча 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 все юза ваше здоровье клево слушай но у вас там вообще уже тепло да да сегодня 25 основа уже который день 25 офигеть у нас сегодня сколько 13 было но все вот эти вот 13 градусов меня конечно вообще скосили я сегодня с велосипеда мне кажется не слезала я приехала домой у меня аж лицо горит скоро буду загоревшая по крайней мере не примерзну к велосипеду но так на 13 да еще на скорость нет ты чё там вообще там же мокрый приезжаешь я как бы так люблю в таком нормальном ритме поехать я мне нравится в дождь ездить я не могу единственно ездить в ливень потому что ну там просто ничего не видно а так кайф и в ливень ездить и снег но снег опять же опасно потому что там на какой-нибудь камушек заезжаешь и тебя просто выносит только лишь из-за этого так я в любую погоду я с удовольствием с огромным ливни у нас здесь не бывает так небольшие дождики но уже давно не было нас в этом году сухая сухая зима солнечно и сухая и теплая в отличие от прошлого года когда в это же время было градусов 10 наверное пришел мелкий моросящий дождик прикольно вас там манишь манишь своим лисабоном сегодня видишь я до дома не успел добраться дела дела и поэтому эфир пришлось машине делать слушай ну клёво ну во первых я тебе могу сказать что ты выглядишь вообще классно потому что последний эфир который был видно было что ты такой как бы все равно вот этими сухими днями как бы ну такой подмученный уже хотелось тебя сейчас прям совсем бодрячком бодрячком такое прям аж это да я сегодня даже побегал по набережной что мне не свойственно общение с детства бегать не люблю а сегодня прям захотелось пробежаться я так с удовольствием побегал в радость прямо силы есть по лестнице забегаю а дышки уже нету вот как была одна сухих в принципе кроме веса наверное физически смысле вот по массе тела все остальное в принципе восстановилась стояние настроение и психика и физика ну смотри мы еще пока к анализам не подходим потому что чтобы ждем пока максимум людей собралось ну я могу просто сказать что я достаточно легко и просто вышел без всяких каких-то сложных трех недельных выходов там принятия каких-то там ложечек чего-нибудь специального то есть я просто вот первые два дня как как-то и рекомендовал поплыл попил попил полыни и все а потом начал обычное питание соки смузи сырые фрукты овощи без какого-то специального ограничения сколько мне хотелось только я ел слушай но еще вот такой вопрос мне очень ну мне просто задают не будем там говорить многие не многие мне просто задают вопросы такие а если случай исцеления если случай из лечения если случае какие-то что там стало легче но опять же тут же вопрос тот в том что легче критерий легче то есть легче в сравнение с чем и нужно же понимать что если какая-то болезнь достаточно серьезная то наверное ее как-то стараются излечить какими-то лекарствами но если мы говорим о серьезных заболеваниях да если мы не говорим о таких заболеваниях которыми которые можно травками какими-то побаловаться и все на все прошло вот и я бы хотела сделать наверное акцент что у тебя была какой-то в определенный период когда ты уже у тебя же был период какой то есть изначально когда мы с тобой начали общаться ты говоришь но как бы у меня были там сухие дни был был какой-то опыт но я вроде как в это особо не верю но хотелось бы попробовать и у тебя такое вот пессимистическое настроение было такое насчет этого как бы ничего не там подумаешь там не едят что у них там может быть да и сначала мы с тобой зашли там на на 4 или на 7 дней потом 9 потом 12 и после 12 дней у тебя было такое настроение что вроде как ну все говорят о каком-то просветление все говорят там у кого-то там вот прям вот после 9 дней там все начинает что-то чувствовать он начинает что-то видеть начинает еще и дальше я вообще ничего не вижу вот я просто хочу есть мне вообще задолбали эти сухие дни потому что там слабость там вообще ничего не вижу я только я только составляю себе меню это при всем при том что ты очень хорошо готовишь всякие сыроедные штучки торты конфеты и вообще все что только можно И у тебя было такое настроение, что я вообще больше туда не пойду, это вообще не мое, пошли вы все, и с вами с автономией я вообще не хочу общаться. Ну, прям не то, что мы не хочем общаться, но просто действительно, да, чудесно и произошло, все, о чем говорили и писали, ну, сейчас тоже говорят, пишут, со мной ничего не происходило, поэтому, собственно, можно было предположить, раз не происходят эти вещи, значит, не происходит и лечение какое-то, и медицинские какие-то истории, потому что, ну, значит, это все какие-то сказки для взрослых, такое понимание было. Ну, либо потому что я какой-то, у меня не работает это все. Да, и я помню, я тебе как раз тогда написала, я вижу, что у тебя такое состояние, что как бы обманули, где-то что-то пошло не так. Я тебе тогда написала, я говорю, ну, как бы, ок, давай, как, если что, пиши. И ты мне написал такую фразу, как бы, напишу, когда соберусь на сухие, но на сухие я больше не выйду. Да, примерно такое было. Может быть, я когда-нибудь и соберусь, но не в этой жизни, или там не в этом году точно, не планировал. Кто-то в этом роде. И я думаю, ну, хорошо, как бы, я понимаю, что это твой период, который тебе нужно перепрожить. И прошло, наверное, какое-то непродолжительное количество времени, то есть, судя по тому, что до определенных, до анализов каких-то, до твоих. Причем мы с тобой разговаривали, что когда ты ходил на 9 дней, или на 12, я точно не помню, что ты пришел после анализов, и тебе сказали, есть улучшения, но они незначительные. И мы с тобой как раз это обсуждали. Я говорю, ну, улучшения же есть, ты говоришь, но они же незначительные. Я говорю, ну, они ведь есть, ты говоришь, да вообще фигня. Это вообще не улучшения, это фигня. И вот на этом мы как бы остановились. И ты еще говоришь, ну, это как бы вообще не факт, что это от сухих дней, возможно, это от чего-то другого, это все не доказано. И вот такой вот разговор у нас состоялся, и он как бы вот, ну, он просто был. И после того, как ты уже решил, что как бы после 12 дней, вроде 12 дней, ну, такой достаточно серьезный срок, и ребята это знают. Кто практикует, они знают, что 12 дней – это действительно серьезный срок, это действительно там идет, психика работает в обратном режиме, то есть ты начинаешь понимать вещи вообще с ног на голову, и вроде как бы вот все вот оно вот так вот, и ничего не происходит. И когда ты вот это вот написал, что как бы, ребят, как бы, ну, нет, Свет, не в это, вот как я тебе обязательно напишу, когда я соберусь на сухие дни, но на сухие дни я в этой жизни не собираюсь. Вот, и у тебя как раз было так, видимо, в следующей жизни, когда ты пришел ко врачу, сдал анализы, и она тебе сказала прям такие жуткие-жуткие вещи, да, какие-то, что тебя они прям в какую-то такую депрессию, хотя ты не тот человек, чтобы вообще войти в какую-то депрессию. Мне кажется, ты вообще настолько ко всему готов, чтобы тебя вывести из равновесия, ты скажешь, да, пошли вы все нафиг. Да, нет, это я. Произвожу, может быть, такое впечатление, или, может быть, до сухих такое было сейчас сложно. Понимаю, да, какое впечатление. Сейчас сложно сказать, потому что после сухих у меня депрессии еще ни одной не было. Будут они или нет, я не знаю, поэтому раньше были. Сейчас, наоборот, все ровно, хорошо. Ну, прошло, правда, небольшое время, просто сколько тут недели прошло, поэтому еще до сих пор идут какие-то новые мысли, ну, даже не мысли, а как осознание, наверное, вот сегодня, да, то, что с тобой там я делился. Сегодня пришло, пока я там бегал по набережной. То есть как-то еще идет какая-то мыслительная работа, он, да, догоняет что-то, вот. Но всю эту неделю потрясающее ровное состояние. Я давно вот такого не испытывал. Я очень доволен этим состоянием. Сколько оно продержится, пока не могу ничего предсказать. Ну, насколько оно укрепилось, укрепилось, изменилось. Либо это временное явление, не знаю, посмотрим. Да, давай по порядку, чтобы люди-то уже понимали. Ты пришел ко врачу, и тебе врач сказал, он определил, по-моему, около двух месяцев, что тебе осталось жить примерно где-то... Ну, нет. Нет, таких трагичных событий таких не было. Он просто сказал, что все показатели достаточно печальные там. Он меня все пытался выловить на то, что я начал принимать наркотики, бросил принимать таблетки, что я там колюсь и что-то там еще делаю там, что у меня депрессия. И даже вызвал психолога и сказал, что там мое состояние близкое к смерти, там что-то там когда-то там может быть, если такими темпами я дальше буду так безответственно относиться к своему организму, что немедленно нужно что-то делать там и так далее, и так далее. Ну, короче, таким кнутом и пряником сначала запугивало меня, потом попытался уговорить, потом попытался вывести на разговор, что же что со мной происходит, почему я такой какой-то, а я же еще похудел там, то есть... Ну, то есть по ее пониманию все симптомы на то, что я вот колюсь, не ем, там сижу на каких-то супернаркотиках. Ну, я, естественно, не говорил ей про сухие дни, про всю вот эту историю, потому что, ну, вряд ли врач может это понять, и мне сложно это все объяснять, и, в общем, даже и не хотелось, и потом для меня было зачастую эксперимента, хотелось бы не рассказывать ей о том, чем я занимаюсь. Ну, и потом как-то вся вот эта разговора достаточно был такой... Она достаточно, как сказать, прессовала меня, да, и, в общем, допрессовала до какой-то полу-такого состояния как раз депрессии, не депрессии, но такой, мягко говоря, грусти. И на этой волне как-то, ну, я все-таки подумал, что надо зайти на 21 день, попробовать, что из этого получится. Ну, ты немножечко не так подумал, вспомни разговор. Ты когда написал, и говоришь, вот у меня вот такое. И мы с тобой созвонились, я говорю, ну, давай, говорю, ну, на сухие дни. И ты тогда ответил, ну, вдруг не поможет. Я говорю, ну, какая разница, все равно же помирать. Поможет, не поможет. Ну, да, да, да. Ну, вот, это говорит, что у меня депрессии не было. Как раз у меня тогда и было некое состояние депрессии, когда у меня уже было все равно там умирать, не умирать, как бы все равно. Вот. И тогда мы с тобой созвонились на 21 день. Что, и попытка, 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 не пытка, какая разница, если что так, что этак, что терять-то. Вот, да, и пошли на 21 день. И как раз вот после 21 дня, когда ты пришел, как раз у тебя после 21 дня сразу же были анализы, и ты сдал анализы, и она... У меня было до... Больше чему. Да, у меня так сложилось, опять же, я специально этого не делал, но так получилось, что анализы я сдал буквально за день до захода, на 21 день, ну, по правилам там, в больнице. И сразу после выхода, через несколько дней тоже я сдал анализы. Поэтому был достаточно такой чистый эксперимент до и после. И после того, как я сдал анализы, через несколько дней, когда они стали готовы, я пришел к врачу, ну, к ней как раз, чтобы узнать результаты. И там, ну, в общем, плановый был поход в врачу. Вот, и она там, да, выскочила на порог, прямо из кабинета там с... Такой достаточно эмоциональной взволнованностью, что... О, наконец-то мы нашли вам для вас терапию, наконец-то вы стали пить таблетки, потому что анализы показали улучшение за вот этот... Как раз будет 20 дней, там чуть больше получилось, там почти месяц получился между анализами. Вот, то есть она приняла это на свой счет, что она подобрала правильную терапию для меня, правильный курс, лечение. Вот, то есть в теории я сейчас должен пить две таблетки вот этих вот терапии, плюс еще, по-моему, две таблетки антибиотиков, которые она мне выписала. Ну, вот, каждый день. Ну, я, конечно, торжественно сказала, что да, я это все и пью, и буду пить, и... Ну, то есть вот... Таким образом это было после 21 дня. И после 21 дня был такой недлительный период твоего питания, после чего, опять же, сдал ты анализы, сдал анализы, и, по-моему, на следующий день, если я не ошибаюсь, да, мы зашли на 40 дней. Ну, потому что, опять же, так сложилось, что 21 день кончился перед сам-сам Новым Годом. Ну, вот, новогодние праздники надо было, ну, во-первых, не то, чтобы надо было, но хотелось встретить Новый Год, ну, как бы, со всеми испытаниями, плюс отдохнуть после до 21 дня, потому что все равно это психологически и физически нагрузка была и на организм, и на психику. Поэтому надо было сделать паузу мне, чтобы... Ну, чтобы психика догнала, чтобы успокоилась, чтобы расслабилась, чтобы этот стресс... Все-таки это был стресс для тела, для психически и физически. Вот. Как раз новогодние праздники очень хорошо помогли быстро этот стресс переключить, отключить, убрать. Ну, потому что, ну, Новый Год, сами знаете, друзья, встречи, стол. Ну, правда, сыроедческий там. Я не кушал ничего из обычного, ну, потому что сыроедение недостаточно, оливье и селедки под шубой. И все-все-все-все наши классические блюда новогодние, я практически все сделал. Их чудесно поел, без всякого ущерба для здоровья. И как раз, когда вся эта история новогоднего 9-го кончилась, то есть мы пошли на 40, да, со Светой, с ее помощью, поддержкой, и начали идти дальше, да. Но это была уже другая история, она была сложнее, намного сложнее для меня, чем 21 день. Ну, и да, и опять же, также было, также чутистно сложилось, что были анализы заданы до этих 40 дней, то есть как раз на входе, то есть была как бы точка отсчета, было понимание, когда, то есть какие показатели были до захода. Вот. 40 дней прошли, конечно, тяжелее, чем 21, хотя, в принципе, тяжесть была только в том, что был срок больше, потому что, опять же, никаких супероткрытий, просветлений, там, не знаю, увидение каких-то там новых галактик, мира по-новому, там, не знаю, ощущение себя каким-то там богочеловеком, там, или я не знаю, что еще там, вот этих вот красивых, высоких, возвышенных описаний, всего этого у меня тоже не было ни на каком из дней. Ну, можно сказать, немножечко поподробнее, потому что все говорят, что там через 21 день идет такая слюна, от которой ты вообще в восторге. Через какой-то день начинается такая энергия, где ты начинаешь там строить 25-дашный дом без крана, что ты начинаешь менять погоду, что ты начинаешь, у тебя начинает материализоваться все, что у тебя есть. Расскажи, как оно есть, вот расскажи, как было в твоей реальности. Ну, в моей реальности было ровно на все наоборот, где-то первые три дня было более-менее нормальное состояние, когда я там жил, не замечаю. Ну, и вход был, у меня вход не очень легкий бывает, то есть эти первые 2-3 дня, конечно, кушать хочется больше всего, вот, поэтому такое сильное волевое усилие. Потом на третий день уже это как все отпускает, вот. Скажу, забегая вперед, что по поводу сливного отделения, оно у меня всегда было все 40 дней, не сохло ничего нигде. Прямо категорически, ну, категорически такого не было. Вот. Ну, с третьего дня началась моя любимая, в кавычки, слабость, которая продолжалась все оставшиеся дни, без исключения, ни на 10-й, ни на 20-й, ни на 30-й, ничего не заканчивалось. Вот. Ну, если до где-то 20-го дня я еще в состоянии был там нормально передвигаться, купаться там в океане, ну, у нас вот почему в океане купаться так не очень просто, потому что сильные волны и там на входы, на выходе надо на усилии применить, чтобы зайти в океан, например. Вот. Я там даже за этот период еще покатался на самолете, занимался дайвингом, там несколько раз нырнул, а кто, если не знает, что дайвинг это примерно такой рюкзак, по-моему, я говорю, который с баллонами на спине нужно одевать и с ним пройти какой-то там путь и потом только нырнуть. То есть это достаточно физически затратная история. Вот. То есть было более-менее, то есть это все возможно. Где-то с 20-го дня слабость и силы настолько закончились, что я не то, что там дайвинг и все остальное я не мог нормально даже уже передвигаться, бегать тем более, конечно, нет никаких физических упражнений, не потому, что я там ленивый, хотя это так, но в принципе не мог чего-то там поднимать, какие-то тяжести там, ну, то есть так ходил, как уже такой спирячок. Ну, вот. Из-за что по телу еще? Ну, где-то с 10-го дня начало колбасить тело в том смысле, что начали болеть внутренности. Причем это было, знаете, как музыка, дора, ми, фасоли, си, то есть сначала где-то болит где-то здесь до, потом где-то здесь ре, потом где-то здесь си. То есть тело, оно как-то какими-то фрагментарными пусками начинало болеть. Не все сразу, слава богу, но каждый день просыпаясь и как бы я начинал расхаживаться и у меня начинало там болеть в разных местах. Проболело все тело сквозняком снизу доверху по дню, по два. Вот. Боли были не сильные, не прямо уж какие-то тяжелые. Вот. Но такой средний средний дискомфорт вызван такой, скажем так. Вот. Сон совсем начал как-то тоже где-то с десятого дня. То было много, то я там бывало спал по 14 часов, то я не мог уснуть совсем, то я просыпался ночью от какой-то боли в каком-то месте в теле. Вот. И вот это где-то с десятого по двадцатый день вот такие вещи. Где-то двадцатый, да, потом где-то, честно, я так не вел дневник, но где-то, наверное, на двадцатый день, то есть я уже перестал, не мог уже прямо, ну, очень тяжело было подниматься, вставать, ходить, двигаться. Ступеньки там для меня были просто непреодолимым препятствием, которые ступеньки вверх. Вот. Началась вот такая тяжелая, ну, как-то одышка, наверное, на, то есть, например, там, чтобы пройти десять ступенек вверх, я там проходил четыре-пять, останавливался, где-то минут на десять дышал, ну, немножко восстанавливал дыхание и шел дальше. как-то так. Ну, вес стал уходить, конечно же, но я особо не придавал и не продаю этому значения. Вот. на тридцатый день скажи о том, как у тебя поднялась температура. Да, сейчас расскажу. Еще морозить меня начало тоже где-то дня с пятнадцатого просто было очень холодно, опустилась температура тела где-то до тридцати пяти, шести и где-то это, наверное, дня с пятнадцатого, где-то с середины, я честно уже не помню, и она не поднималась больше выше этого значения вот как раз до того дня, когда вот Света сейчас упомянула. А тогда это была постоянная температура низкая, вот, было холодно все время я там одевался, ходил во всем таком зимнем, ну вот, не снимая никаких холодных душей, я вообще просто так замерзал, поэтому никакие холодные души, никакие контрастные, хотя там многие мне писали надо принять контрастный душ и так далее, вообще честно не до душа было. Были, бывали дни, когда я просто лежал лежа, там, поднимался только там, чтобы в туалет ходить, причем в туалет я ходил каждый день, несмотря ни на что, то есть я ничего, конечно, не пил, но при этом туалет был всегда. Вот, а да, где-то с 30-го дня поднялась температура до 38, и опухла вся правая сторона вот в этом месте, то есть начиная вот с уровня шеи и заканчивая вот скулой, там, скулой, ухом, вот так вот, и была такая большая опухоль, вот, все это болело, давило, начала закладывать уши, кстати говоря, да, ну, давило на это ухо, давило на зубы, зубы начали ныть, шею было не повернуть ни вправо, ни влево, вообще невозможно было, вот, то есть, это было очень больно, ну, вот, и начал закладывать не только это ухо, но и то ухо тоже, то есть, мне приходило, нет почти, ну, когда закладывало уши, ничего слышно не было, приходилось опускать голову вниз, там что-то отвалило, ну, как-то, как затычка такая, отваливалась, и проходило вот это вот состояние, тогда можно было что-то слышать, и так я делал несколько раз в день, потому что я прямо слышал, как там, знаете, как пробка такая, там что-то такое, пунь, упала, поднял голову, пунь, она на место встала, я не знаю, что это было, оно началось, и потом, ну, ушло, ну, вот, и температура у меня держалась где-то дня 2, 3, 3, наверное, дня где-то 38, ну, вот, а потом начало снижаться, снизилось до 37, 3, 37, 5, еще где-то дня 3 держалась, какие-то из этих дней я спал, в каких-то дней вообще спать не мог, потому что невозможно было лечь, как только я ложился, ну, боль была больше, и давить начиналось сильнее, на вот это все, на уши, на зубы, там, на все, то есть, в общем, это были, наверное, самые такие для меня физически тяжелые дни, потому что, ну, ходить все время невозможно, потому что сил нет, лежать невозможно, потому что давит вот это вот состояние, поэтому я там нашел такую позу полулежа, кое-как-то, вот, но когда в ней тоже долго лежишь, лежал, начинали болеть почки, потому что только на спине тогда я лежал, поэтому приходилось опять вставать и уходить, то есть, вот это вот такое мытарство, оно длилось дня, наверное, 3-4, в эти 3-4 дня я вообще из дома не выходил, вообще не выходил, ни из комнаты, ни из дома никуда, вот, сидел дома, и думал, как же быть, потому что у кошки кончался корм, вот, я думал про кошку, мне даже до магазина не дойти, не доехать, не за руль съесть, ничего, ну и где-то вот там на 35-й день, наверное, температура спала до стабильных, там, обычных 36,6, опухоль прошла, шея начала поворачиваться, то есть, как бы все исчезло, само собой, как бы ничего и не было, то есть, я ничего специально не... первое, чтобы ребятам было понятно, это была не просто опухоль, а мы даже не могли с Мишей выяснить, идти в эфир, потому что было сложно разговаривать, то есть, это настолько был полностью вот, вот такой вот полный, даже было сложно разговаривать. Тяжело было даже рот открыть физически, потому что, открывая рот, естественно, я напрягала вся эта часть, и было больно, то есть, даже, ну, как бы разговаривать немного, поэтому эфир не смог состояться, потому что, ну, я бы не смог говорить совсем. Вот. Ну, а потом я говорю, она начала, то есть, сама постепенно меньше и меньше. Я начал паниковать, конечно, я там Свете звонил, что делать, куда бежать, как быть. Поэтому Света, конечно, поддерживала меня во всех этих процессах, и это очень и ценно, и это действительно как бы не пустые слова, для меня это было важно, потому что если бы я, ну и группа в том числе, то есть я постоянно был на связи в нашем телеге, потому что если бы я совсем, допустим, был наедине с собой, я бы там с ума, наверное, сошел, не выдержал или там, ну не знаю. Или если бы вокруг меня были бы, например, какие-то люди, которые бы там начали мне говорить, иди к врачу, вызывай скорее скорую, да что ты делаешь, да и так нельзя, ну как обычно бывает у нас там. Слава Богу, вокруг меня такого не было, даже все мои друзья, которые здесь, они были в курсе и поддерживали меня, и группа в Телеграме меня поддерживала, с это мне помогало, поэтому это колоссальная вещь, колоссальная история, которая действительно дает возможность продержаться в этих состояниях и продвигаться в них. Несмотря ни на что, потому что мозг, конечно, тут же включаясь, всевозможные программы там, начинает там долбить, а давай ты пойдешь, а давай ты не пойдешь, а давай, может быть, все выйдем, а может быть, уже и хватит, а и так уже там 30 дней продержались там, ну и прочие-прочие там какие-то там нашептывания там в голове. Поэтому никаких чудес, просветлений и так далее, ничего такого не было, было наоборот все вот такое вот. Примерно так. Но как интересно, что к 40-му дню оно как будто бы, ну вот, как будто бы как-то само все начало приходить в норму. То есть, будто бы у всех этих программ, болезней, все остальное у них была задачка напугать меня и, типа, не допустить до 40-го дня. Вот. А когда они увидели, что там, типа, нам не сдается наш город и варяг, то они начали постепенно все эти программы как-то отступать, обнуляться, уходить и именно к 40-му дню. Вот это для меня было, наверное, пожалуй, такое вот единственное чудо, которое меня вот так вот удивило и что какой-то прям действительно 40 дней это какой-то какая-то волшебная цифра, не знаю, почему-то именно не там не 39, не 43, не там не 35, вот почему-то именно на 40-й день, как бы, вот оно, то есть вот этот вот вихрь всего вот этого, оно успокаивается, наступает, ну, как бы, равновесие, тишина и спокойствие такое физическое, психическое. Да, я как раз тебя, Миша, на секундочку прерву, почему к 40-му дню? Ты не смог присутствовать сегодня на эфире в закрытом клубе, но как раз мы там говорили, что мы устроим марафон на 90 дней. Почему 90? Потому что 21 день наши привычки формируются, к 40-му дню они у нас фиксируются, а к 90-му дню это превращается в наш образ жизни. Поэтому понятно, что к 40-му дню у тебя уже это стало как нормой. Для тебя это норма. Для твоего организма, который перешёл на другой тип питания, это стало вот таким вот. Конечно же, если ты надумаешь идти дальше в следующий раз, я думаю, что ты надумаешь, потому что мы сейчас всё-таки озвучим, помогла тебе вот эти вот, помогли тебе вот эти вот 40 дней или нет. Вообще улучшилось ли твоё физическое состояние, учитывая то, что таблеток ты так и не стал принимать, насколько я понимаю? Да, я таблетки последний раз принимал 10 июня, и с тех пор я их не принимаю. Никакие. Абсолютно. И твой организм всё-таки он остановил вот этот процесс твоего заболевания, он его остановил или всё-таки он перешёл этот рубеж и твой организм начал вне зависимости от того, что с ним происходит, не опираясь на какие-то фармакологические новшества нашего поколения как-то улучшать себя, либо он самостоятельно вывел тебя на ту грань, где постепенно начинает твой организм восстанавливаться. Рассказывай. Мы все этого ждём. сегодня я как раз был у врача в первой половине дня, чтобы посмотреть, какие результаты анализов и что происходит. И да, есть определённые улучшения. Скажу так, с осторожным оптимизмом можно на них смотреть, потому что не было какого-то суперскачка или сказать, что всё, как бы я абсолютно здоров, можно расслабиться, выдохнуть, там и всё остальное. Есть положительная динамика, она вот уже второй анализ подряд идёт, то есть как я говорил, первое, когда 21 день было, было первое вот это улучшение, сейчас опять динамика положительная, то есть показатели, те показатели, по которым, по критериям которых оценивается состояние крови в первую очередь, да, это так называемый был тест, тест на кровь, вот, да, там есть улучшения, небольшие, скажем так, да, но тем не менее, учитывая то, что я не принимаю никаких вспомогательных лекарств и так далее, то это, да, это положительный результат, он идёт. Но, конечно, надо будет время для того, чтобы организм полностью перестроился, начал регенерировать все свои вот эти больные истории, а, кстати говоря, ещё что было, я сейчас пока разговаривал, вспомнил, выходило много за вот эти дни, за сухие, сороковые, выходило очень много гноя из гайморовых пазов, из всего вот этого, потому что у меня было воспаление в девятнадцатом году, и я там делал операцию, лечился, и сейчас вот за эти сорок дней прочистилось всё абсолютно, я прямо чувствую, как, ну, как бы, освобождение вот этих, всего этого отдела, вот, к слову сказать, то есть это ещё одна очистка была, и за время, за сорок дней, где-то по моим подсчётам, ну, примерно, конечно, я там не взвешивал до грамма, наверное, килограмм-полтора всяких нечистот вышло из моего тела, из желудка, вероятно, там, из всяких там прямых, кривых кишок и всего остального, вот, то есть это какие-то были там ужасные штуки, противные на вид, вот, и было их много, и каждый день, и они шли нескончаемым потоком, то есть для меня, вот это, наверное, у всех там бабочки или что-то такое, для меня это удивление вызвало, как бы как можно не есть 40 дней, но при этом всё время из тебя что-то выходит, то есть сколько в нашем организме мусор, нечистот собирается там к, мне вот сейчас 45, 45 годам, например, да, и они всё выходят, выходят, выходят и выходят, то есть это просто невероятно, то есть мы съели что-то там, не знаю, я там съел 10 лет назад, и оно до сих пор там валяется, и у неё забивает организм, там и так далее, вот, это к слову сказать, ну и помимо медицинских показателей по тесту крови ещё по весу, многие ребята интересовались, что у меня с весом, как было, что стало, ну вот, меня сегодня взвесили, вместе с тапочками, вместе с кроссовками, я сегодня весил 57 килограмм, при росте 180, соответственно, обычный мой вес всегдашний, который был всю мою жизнь, где-то был в диапазоне 62-65, то есть можно сказать, вот грубо посчитать, что я где-то потерял 10 килограмм, наверное, за вот этот вот период сорокадневного неедения, не питья, ну, примерно вот так вот, из которых из 10 килограмм, как минимум, килограмма, там, полтора-два, как я говорил, там, это вот этих нечистот, ну вот, которые вышли как-то грязь. по температуре, ну, то есть она восстановилась от 36,6, по давлению, давление стало ниже, было обычное давление, у меня 110 на 70 было примерно, 110 на 65, что-то такое раньше, сейчас давление 95 на 57, вот на сегодняшний день было, вот, но при этом никакой слабости у меня сейчас нету, она прошла где-то на там, наверное, второй день выхода, 42-й день где-то, как после, ну, второй день, как я вышел сухих, вот, и сейчас я себя чувствую великолепно, плю где-то часа 4-5, ну вот, кушаю сырояческие всякие штуки, пью натуральные соки, не, не разбавляю их водой, не хочу, мне так на них больше заходит, нравится, делаю зеленые смузи, ну, и пока наслаждаюсь, отдыхаю, восстанавливаю, опять же, чтобы восстанавливалась психика, физика, чтобы они догнали друг друга, устаканились, вот, и, да, ну, еще могу добавить, что я тут вчера сделал, там, сеанс мануальной терапии, вот, и, ну, смотрели, что у меня было с шеей, насколько они разбираются, сказали о том, что это было воспаление троечного нерва, похоже, по крайней мере, потому что так как уже само воспаление ушло, вот, как-то так. Здорово, тут вопрос задали, когда закончилось голодание, у Миши закончились 40 дней, в четверг, в тот четверг, который были, как обстоят дела со сном, Миша уже ответил, как со сном, и, ребят, я, конечно же, это очень важно, я бы хотела внести такую ремарочку, что, если вы идете на такие длительные сроки, то есть длительный срок, как я считаю, что, судя по ребятам, по себе, по своему опыту, длительный срок, это все, что свыше 4 суток, это для каждого определенного уровня, это уже свои сроки, своя длительность, и если вы идете на длительные сроки, то, пожалуйста, не уходите, просто потому, что кто-то уже прошел, и, значит, вы тоже можете, это настолько индивидуально, это очень нужно четко осознавать, потому что, если вы пойдете без головы, просто потому, что кто-то прошел, и вот как я себя чувствую, все равно это все перемолится, это все естественно, мы все идем к своей природе, это не так, это не так, потому что мы ели очень много времени соль, мы употребляли масла, мы употребляли жиры, которые не перевариваются нашим организмом, и очень много оседает на наших внутренних, внутренних органов, если вы идете просто безбашенно в длительные сухие дни, то у вас могут просто перегореть почки, могут быть какие-то еще другие последствия, которые не, ну, они вам абсолютно не нужны, поэтому, если вы идете на длительные сроки, либо вы должны все о себе знать, либо вы должны как-то, ну, наверное, как-то общаться с тем человеком, который вам, конкретно вам, может помочь, это, конечно же, не обязательно я, это может другой человек, намного квалифицированнее, и намного, наверное, умнее, чем я, какими-то медицинскими штуками подкованной, может быть, каким-то своим опытом, но это очень важно, потому что в каждом периоде, неважно какой он, это начиная с 8 суток, есть некоторые аспекты, которые важны только для вас, это либо рассасывание сухой травы на каком-то периоде, в зависимости от вашего заболевания, от вашего недуга, это могут быть клизмы, но они абсолютно разные, то есть одному подходят, другому не подходят, одним нужны, другим не нужны, это может быть какое-то определенное физическое упражнение, которое подходит только вам, и это очень важно, то есть не идите за опытом кого-то, это мы показываем для того, чтобы вы четко понимали, что да, действительно, есть исцеление, и ваш организм, ваша энергия, это может все сделать, но это нужно очень деликатно, очень экологично идти к этому, не надо бросаться и говорить, что вот он прошел, и я тоже смогу, конечно, мы все сильные, вы все сильные, и вы, конечно же, можете пойти к любым результатам, но какой это будет результат, к тому результату вы придете или нет, это уже другой вопрос, так, Миш, тебе тут вопросов задавали, ох, жуть, сейчас я тебе говорю, как давно перестал есть мясо и вареную пищу? Ну, мясо я не ем, сейчас скажу, с какого года, за 2019-го получается, то есть, относительно недавно, рыбу я вообще последний раз ел, еще в июне этого года, рыбу, там, рыбные какие-то, вот эти все эти морепродукты, правда, и небольшой их поклонник, в основном ел красную рыбу, форель, там, вот такое, вот 10 июня я, как бы, у меня было начало до марафона по очистке организма, поэтому 10 июня, как бы, отправная была точка, и я прекратил есть, а до 10 июня я сырую рыбу и вареную пищу кушал, а мясо до 2019-го года перестал, мясо к курице, там, вот это все. Миша, просто восхищаюсь, ты такой сильный человек, все у тебя получится, 100%, присоединяюсь. Спасибо. Так, ребят, если есть вопросы, Миша, задавайте, у нас еще есть 10 минут, чтобы мы Мишу по полной тут расспросили, и, конечно же, мы потом его еще раз пригласим, но обязательно пишите свои вопросы, либо под этим эфиром, либо как-то пишите в личку и Михаилу, и мне, я обязательно оставлю Инстаграм Михаила, чтобы вы могли смотреть, какие у него в основном в Инстаграме всякие вкусняшки и шикарное окошко, вот, конечно же, океан, без этого никуда, вот, и там вы можете посмотреть, хотя бы приблизиться к образу жизни Миши, потому что мы все, конечно же, хотим к каким-то, к тому человеку, который нам резонирует, который нас вдохновляет, приблизиться к этому образу жизни, к его, да, и это у вас будет такая возможность. Какие планы на ближайшее будущее? Миш? Ну, сейчас я как раз, как я говорил, даю психике и физике догнать друг друга, синхронизироваться, поэтому пока для меня вот это вот ближайшая перспектива. Сколько это продлится по времени, я не даю себе никаких специальных рамок, если потребуется, не знаю, две недели, две недели, месяц, месяц, полгода, полгода. Как только я почувствую внутренний баланс психики, физики и внутреннюю гармонию вот в этом процессе, возможно, я пойду дальше на сухие. Это будет зависеть от ситуации. Пока честно могу признаться, что, например, когда Света сегодня сказал про 90 дней, для меня это такой, ну, сразу какой-то стресс. Внутренне психологически я прямо просканировал это состояние. в моменте сейчас и есть страх в этом у меня. Признаюсь честно, я не скажу, что я прямо сейчас побегу, готов, хочу, рвусь. Да, конечно, если бы был какое-то, опять же, чудесное, какое-то чудо, когда я проснулся в один день и понял, ой, все, я не хочу больше никогда есть, пить, все классно, я там теперь питаюсь праной или чем угодно, как это называется. Ну да, наверное, если бы это было так легко и просто, это было бы классно, но что-то пока я не вижу в этом легкости и пока я с этим не сонастроен. Поэтому, говоря о планах, нет у меня каких-то планов, у меня есть план жить, наслаждаться жизнью, сканировать жизнь и жизни в моменте. Мне сейчас это особенно нравится делать, и это сейчас особенно как-то после этих 40 дней удается. То есть, как-то для меня сейчас жизнь замедлилась, она стала в больших деталях, наверное, проявляться и в меньшей суете. и я перестал что-ли париться по поводу будущего, настоящего, тем более прошлого, прошлого. Я и раньше особо не парился, но вот, а по поводу того, что будет впереди, чего ждать, как жить там или что-то еще. Вот это все, ну вот, пока это меня, я не знаю, как будет, я говорю, завтра, на сегодняшний день это меня не беспокоит, я расслаблен, я наслаждаюсь, я встречаю рассветы, провожаю закаты, я дышу городской жизнью, городской суетой, за городом, океаном, встречаюсь с интересными людьми, наблюдаю за собой. Вот это кайф. Знаете, этого не было раньше, и сейчас я это очень, как-то чувство, там, даже вот гладкий кокоса, это вообще что-то абсолютно запредельное. В этом действии весь мир. Вот. Клево. Так. Клево, Мир, спасибо. Все очень подробно рассказали. Во время длительного голодания про работу и домашние дела можно забыть? Вопрос. Знаете, честно говоря, скорее всего, да. Ну, по крайней мере, сильно ограничить их. Потому что я, ну, посвятил все 40 дней себе. Я, в первую очередь, думал о себе, о своем теле. если мне надо было лежать, я лежал, если мне надо было ходить, я ходил, если мне надо было ничего не делать, я ничего не делал, если мне надо было отменить какую-то встречу, или что-то, я отменял. То есть Я бы точно не смог Пройти 40 дней, если бы мне надо было С 9 до 6 сидеть в офисе Ехать к этому офису 2 часа в одну сторону Как в Москве я это делал И 2 часа потом добираться обратно Потому что, например Не всегда я мог сесть за руль Естественно, когда была температура 38 А это высокая температура Как минимум было из 40 дней 5-6 То есть неделя практически Ну это просто обычный больничный Езжать дома, ничего не делать И еще было бы хорошо Если кто-нибудь приносил тебе водичку Или что-то, на моем случае Кошка воду не научилась носить Поэтому я доходил как-то сам Поэтому Вот прям полноценной жизнью Опять же это я Я не знаю, если у кого-то там бабочки на 15-й день На 20-й день Космос открывается Многие ребята в чате писали Что они там У нас там есть девочка Она там Женщина-девушка Вот Она там 25-й день У нее там энергия Снег-не-снег Дождь-не-дождь Бегает Ходит Отлично все Я правда ей позавидовал В таком состоянии, наверное, все можно То есть это Совершенно индивидуально Вот То есть это зависит, скорее всего, от вас От вашей психики Физики, энергетики Не знаю еще от чего Предосположенности Генов там Блин, не знаю Не могу сказать Могу сказать только за себя Как было у меня А вы, может быть, сможете Может быть, вы как раз будете Это тот самый человек Который скажет Да И скажет И пройдет 40 дней Скажет, что это легко Я могу хоть и 40 Хоть и 80 Не отрываясь от работы Там Еще что-то Да Здесь вот пишут Здорово Вы огромный молодчина Похоже Вы на пороге пробуждения Удачи И Маша пишет Голодание не сухое было Нет, Маша Голодание было полностью сухое Не сухое было Это океан В котором купался Михаил В первые дни До того, как наступила Вот эта вот Зябкость Так назовем, да Мне уже пишет Инстаграм Да Что у нас заканчивается время Что нужно сохранять эфир Миш, я тебя благодарю Ребят, присоединяйтесь Если кто-то хочет с нами Пойти на 90 дней Не обязательно сухих Но изменить свой тип питания Кто-то на сыроедение Кто-то на малоедение Кто-то еще на что-то Мы там будем 90 дней Рассказывать друг другу Что мы делали Выставлять это в сториз Чтобы поддерживать Естественно, Миша там с нами В клубе Он тоже будет рассказывать Про свои дни Как он живет Не обязательно, что он будет На сухих днях То есть он сейчас подумает Насколько это ему актуально сейчас Может быть, он перенесет это Вот Присоединяйтесь, кто хочет в клубе Присоединяйтесь в телеграм-канал Там у нас тоже огромная поддержка Друг для друга Он абсолютно бесплатный Телеграм-канал И, Миша, я, конечно же, тебе Огромная благодарность За твой опыт Он очень нужен Он очень важен И ты, конечно же, наш герой Со мной это все согласятся Спасибо тебе огромное Да, три секунды Буквально всех хочу поблагодарить Всего за поддержку За участие За советы За любовь За то, что вы были И есть со мной И по поводу планов Еще хотел добавить В любом случае Что бы ни случилось Я больше не вернусь На таблетки Вот это вот я точно знаю Как бы дальше не пошло Планы Планы выздороветь Да Полностью Ребят, спасибо огромное Я думаю, что мы На следующей неделе Задавайте свои вопросы Мы на следующей неделе Наверное, еще проведем эфир Прямо в телеграм-канале У нас в телеграм-канале Тоже достаточно много людей Которые практикующие Присоединяйтесь сюда Здесь мы будем проводить эфир Ну, а Мишу мы, конечно же, очень попросим Чтобы в телеграм-канале Он рассказал о своих Тех моментах Которые у него были Ответил на вопросы ребят И Спасибо огромное Спасибо, что вы были с нами Спасибо, что задаете вопросы Спасибо, что интересуетесь Это здорово Спасибо огромное, Миша Спасибо большое